Ельцин сделал себя сам. Ненависть в народе коммунистической партии, она и вознесла Ельцина в президента. Он говорил искренне о трагичной судьбе русского народа. Отец отечественной коррупции. Я знаю конкретно человека, который из Ельцина сделал Ельцина. Но все началось с белой нивы, которой Березовский подогнал Татьяне. А дочка с мамашей начинает им управлять. Если вам смешна моя страна, что вы здесь делаете? Они поняли, что они сломали нам. Нельзя говорить слово русским. Во время этих оргий из окна выбросили высокопоставленного сотрудника администрации президента. Ельцина, Маргарет Тэтчер представила Немцова как своего преемника. А коррупция это 3D. Деньги, должность, деньги. Так до бесконечности. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях писатель, бывший председатель комитета Российской Федерации по печати при Ельцине Борис Миронов. И мы сегодня поговорим о лихих 90-х, о том, откуда взялся Ельцин, почему он избрал преемником Владимира Путина, и о трансформации ельцинских элит в современной России. Предыдущее интервью с Борисом Мироновым, оно набрало очень много просмотров, почти по 300 тысяч, и начались жесткие ограничения. Оно не попадает в поисковике, не выпадает в поисковике. Найти через поисковые алгоритмы Ютуба или Гугл это видео невозможно, оно просто висит на канале и даже не выскакивает в популярных видео. Поэтому, значит, мы попали в цель. Эти ограничения, я думаю, будут продолжаться в том или ином виде, потому что канал набирает обороты, популярность, и та информация, честная, объективная, которую мы стараемся доносить до вас, она у очень многих вызывает справедливую, наверное, изжогу, потому что бьем по-больному. Поэтому, чтобы быть в курсе всех наших видеоинтервью, новостей, обязательно подписывайтесь на наш канал Миронов де-факто. И тогда вы не упустите главного. После нашей беседы о Чубайсе много вопросов поступает, и в том числе, как это говоря о Чубайсе, мы забываем о Ельцине. Потому что Чубайс фактически взрос в эпоху Ельцина, получил политическое благословение и ту неприкосновенность, которую он до сих пор обладает. Ну и еще стоит здесь отметить, что нынешний год он юбилейный для Бориса Николаевича. Ему в этом году должно было исполниться 90 лет. И мы с удивлением наблюдаем, как вроде при официальном таком полуотречении от курса, который был до Путина, тем не менее, это помпезные воспоминания, празднования и высокие оценки его деятельности. И вот ты, как человек, знакомый с Ельцином, расскажи, пожалуйста, откуда он появился, как он появился, и почему именно он стал тем локомотивом, который уничтожил Советский Союз? Ну, громко сказать, что там был знаком, но удивительно, что при таком малом, коротком знакомстве, я думаю, что я, в отличие от очень многих пишущих о Ельцине, я знал Ельцина, потому что мы с Татьяной Самолис, будучи в «Правде», брали у Ельцина интервью. Большое интервью. Это была пятичасовая беседа. Это в каком году, когда это было? Это был, ну, наверное, 90-й год, когда Ельцин еще продолжал последние дни дорабатывать первым заместителем председателя Гостроя СССР. Сидел он тогда в здании Гостроя, это вот нынешнее здание Совета Федерации. Мы журналистов к нему западных не пускали, а отечественные журналисты сами не шли. И когда мы созвонились с его помощником, Львом Евгеньевичем Сухановым, если я забуду, напомнить надо, как закончилась их совместная работа, то мы охотно получили согласие и проговорили пять часов, вернее, четыре часа сорок пять минут. Потому что пятнадцать минут мы вышли, когда позвонил председатель правительства Ельцину, получив от Ельцина заявление об отставке в связи с предстоящими выборами в народные депутаты. Разговор был очень интересный. Разговор был без отвлечения на погоду, на моду, на спорт. Нет, говорили четко по видению экономики, социальной политики, положения в стране. Это был насыщенный разговор. Я хотел бы уточнить. Ты говоришь о том, что Ельцин был в информационной изоляции. В отечественной печати, да? Да. Так получается, почему тогда газета «Правда», номер один в стране, вдруг решила блокаду прорвать и взять у него такое программное интервью? А дело в Викторе Григорьевича Афанасьеве, главном редакторе «Правды». Светлая память ему. Это был воин. Он в войну отечественную прошел истребителем. И в нем этот дух остался. Если он позволял на заседании полейбюро приходить в Велеветовом костюме. Это было лично инициатива Виктора Григорьевича. Ну, инициатива была наша, но интерес был у Виктора Григорьевича понять, что это за фигура. Естественно, встретиться с ним он не мог сам. А вот сделать большое интервью, доверяя нам с Татьяной, о том, что мы не будем лукавить или почему-то диктовку писать. А он не согласовывал все эти действия? Он же должен был согласовывать с партийным руководством. Это Виктор Григорьевич Афанасьев. Еще раз подчеркиваю, это уникальный человек. Значит, нет, не согласовывал. Чем и закончилось. Мы взяли интервью, потом сели в тот же день втроем с ответственным секретарем Татьяна Анатолий Тимофеевич Карпычев и сделали это интервью большое. Самой Лес это была корреспондент правды. Это Самой Лес, да. Она была корреспондент правды. Потом понятно, что ты заинтересовался пресс-секретарь Примакова. И мы сделали это большое интервью. Виктор Григорьевич дал добро, посмотрел, дал добро и исчез, чтобы не нашли. Ну, да. Там столько стукачей сидело от ЦК в правде во главе, такие как Королев. Тут же кто-то из них стукнул в ЦК. Виктора Григорьевича нашли и потребовали снять с номера это интервью. Оно так и не вышло. Так вот, я тогда, разговаривая с Борисом Николаевичем, диктофон записывал все, ну, а на бумагу попадало, понятно, только то, что мы знали, что это вот пойдет, это интересно. Меня Ельцин тогда удивил, потому что это был разговор конкретный. А с его стороны ни о чем. Это было такое, ну, как бы сказать, ну, пустозвонство. Громко, а взять нечего в блокнот. Потому что это вообще слова красивые. В блокнот попадало только то, что присутствующий на встрече Михаил Никифорович Полторанин, главный редактор «Московской правды», фигура, сыгравшая ключевую роль в судьбе Ельцина. И вот Михаил Никифорович, видя нашу реакцию, он большой профессионал, и он понимал, что вот это идет пустота, он вклинивался. И вот то, что только что Ельцин говорил, он оформлял в хорошую мысль, и это попадало нам в блокнот от имени Ельцина. И потом легло все в интервью. Но самое главное было, естественно, потрясшее и подкупившее меня. Ельцин говорил искренне, никто меня не переубедит, я это чувствовал и знал. Он говорил искренне о трагичной судьбе русского народа. Впервые партийный функционер, он же не знал ни меня, ни Татьяну. И чтобы партийный функционер такого высокого ранга, вот так с такой болью, искренностью говорил о трагичной судьбе русского народа, не было такого. Это же была тема непопулярная, это была тема закрытая, как о судьбе украинского народа, белорусского народа, за что гнобили первых секретарей ЦК. А он говорил о судьбе русского народа. Да, это были общие слова, но это была боль, это было сострадание, это было страдание у Ельцина. И все эти сказки о том, что с ленинских времен, о том, что его там американцы подготовили, провели, Ельцин сделал себя сам. Это потом американцы, не веряющиеся в свое счастье, подхватили его. Но Ельцин прорвался во власть сам, на огромной популярности. А популярность заключалась только в одном. Вот эта накопившаяся ненависть в народе коммунистической партии, она и вознесла Ельцина в президенты. Только это. Но и тогда я понял, что популярность Ельцина огромная, он понимает трагичную судьбу моего народа, ну а дальше, как говорится, поможем, глубоко прочитавшись. Не только я. Ведь в самое ближайшее время вот та команда, с которой Ельцин приехал и привез несколько человек из Свердловска, нынешний Екатеринбург, их ведь моментально от Ельцина вычистили. Больше того, вот Лев Евгеньевич Суханов, который единственный нашелся и пошел тогда к опальному Ельцину в помощники, взяв на себя этот груз. Ну и второй человек, это его Коржаков. Вот, и вот Лев Евгеньевич, который верой и правда рядом в самые тяжелые моменты отслужил Ельцину, неожиданно потом получит отставку, и его не допустят даже зайти в кабинет к Ельцину попрощаться. И Ельцин сам не захотел. То есть, ну, не вызвал. Подписал документы, он же был в ранге помощника, Лев Евгеньевич, но не захотел, не вызвал к себе. Лев Евгеньевич практически это не пережил. Быстро ушел. Вот, это был уже другой Ельцин. Вот этот момент перевоплощения Ельцина, он самый интересный. И он поучителен для сегодняшнего дня. Как мы еще вернемся к моменту перерождения, перевоплощения. Давайте начнем с того, как Ельцин стал Ельцином, фактически лидером протестного движения против коммунистической партии. Вот это будет самое неожиданное. Я знаю конкретно человека, который из Ельцина сделал Ельцина. Это Михаил Никифорович Полторанин. Это бывший вице-премьер. Подожди, подожди эти титулы, не надо никаких бывших и так далее. Михаил Никифорович Полторанин, один из самых ярких журналистов правды, который в то советское время делал самые громкие материалы, разоблачая партийную верхушку. Ну, не на уровне секторе ЦК, а на уровне секторе обкомов. После его статей разгоняли эти партийные компашки в регионах. И в свое время ведь его спас Виктор Гавлович Афанасьев от, ну, по сути дела, от уничтожения, где он был с обкором в Казахстане. Где подготовлено было все для того, чтобы Михаила Никифоровича в лучшем случае запереть, за решетку загнать. И Афанасьев выдернул Москву. Так вот, это боец. Это были материалы по ЦК Компартии Казахстана. Значит, ну тут, если мы сейчас коснемся, то мы же вспомним и кто сделал Назрабаева из секторей парткома завода, секторем обкома и потом ЦК. Это тоже Полторанин, который сделал статью от его имени. Но здесь Ельцинская интересная статья. Значит, готовился, должен был пройти съезд из журналистов СССР по выборе кандидатов в народные депутаты. Это год по избранию. Это, ну это вот, что тебе даты эти, ну я сейчас буду вспоминать, какой это был. Это была подготовка к выборам народных депутатов СССР. Я же могу сейчас называть эти не точно год, допустим, там, ну 90-е или какой там. Или 80-е. Или нет, ну не 80-е, скорее всего 90-е год. Ну и потом нас с тобой замордует этими, этими, да, это достаточно нажать кнопку в интернете и посмотреть, какие это годы были. Ну вот проходил съезд союз журналистов СССР, где Полторанин избирали народным депутатом СССР. Вот. И журналисты, приехавшие со всех концов страны, подходили к Михаилу Никифоровичу и спрашивали, слушай. А, так я главное упустил. Значит, вот Миша Михаил Никифорович был яркой звездой в правде, самые зубодробительные, резкие материалы, имеющие огромную огласку. И когда Ельцин стал первым секретарем московского горкома партии, он предложил, будучи, не зная лично Полторанина, зная его только по материалам в правде. Вот следи, это очень важно. Значит, Ельцин не знает лично Полторанина. Он читает его материалы, знает его по материалам и приглашает его главным редактором газеты «Московская правда», которая потом из газеты, по сути, городской стала всесоюзной, по тем материалам, которые стали появляться в «Московской правде», что создало и имя Ельцину, укрепило имя Ельцина и имя Полторанину. Вот. И журналисты, зная, что Михаил Никифорович рядом с Ельцином, они стали спрашивать про знаменитое выступление Ельцина на Октябрьском пленуме ЦК. Значит, это был редчайший случай, когда газета «Правда» опубликовала все выступления на пленуме, но выступления Ельцина не опубликовали. Оно было серенькое. Вот по тем временам оно было достаточно такое, ну да, остренькое, но нет, это не бомба была. А разговоры пошли. Как только не появилось выступление Ельцина, пошли разговоры. Что же он такое сказал? И каждый начал придумывать и раскрашивать свои краски, подходили к Полторанину и говорили, а правда, что Ельцин сказал там про эту Раису? Да, говорил Полторанину. А правда, что он вот разговор? Да, говорил Полторанину. Все это Михаил Никифорович намотал на ус, вечером пришел домой и написал выступление Ельцина на Октябрьском пленуме ЦК. Под тем вопросом, который ему задавали. На все вопросы он ответил в этом своем выступлении. Это выступление, это выступление, никакого отношения не имело к оригиналу. Вот здесь была бомба. Вот тут Миша заложил весь заряд этой ненависти к Компарде и к этому Горбачеву, и к этой политике проводимой. И утром он принес это якобы выступление журналистам. Там, ведь ксероксов не было под рукой, там переписывали от руки, там сидели как школьники друг у друга переписывали. И все, закончился в этот день, и все развезли по стране. Разлетелось, не знаю, как пожар сухостой. По всей стране брызнуло это все. В ЦК когда спохватились и опубликовали выступление подлинное со стенограммы. В журнале «Известия ЦК КПСС» похватились поздно. Все стали смеяться и говорить, это фальшивка. Не уполторанена фальшивка, это там фальшивка. И вот это выступление и сделало Ельцина Ельциным. Популярность, не знаю, чем сравнить, зашкаливала. Во время, забегая вперед, во время выборов, мы ездили по участкам. Это было нечто. Мы заходим на участок. И нам с порога милиционер дежурный говорит, да все в порядке, все за Ельциным. Милиционер стоит, довольный, страшный, да все за Ельциным. Бабки ходят и говорят, а где здесь за Ельциным поставить и так далее. Это было не мыслям популярным. Да никто никогда такой популярности не имел у Ельцина. А потом, а потом, началось потом. Кстати, меня поразила в свое время Татьяна Ельцина. Мы с ней познакомились и вместе рядышком сидели на встрече Ельцина в высшей комсомольской школе. Это был прорыв. Ельцину нигде не давали выступать, не давали трибуны. Это же еще было до выборов. Значит, и вдруг ребята в высшей комсомольской школе организовали встречу Ельцина со своими студентами. Несколько человек со стороны были лишь допущены. Вот полтора они, вот я, Кирпичников и еще несколько человек. Это вот из команды Ельцина горкома. Бывший Свердловский. И вот я слушал Ельцина, потому что Ельцин говорил вещи, которые никогда никто до него не говорил. Жестко критикует власть. Опять же говоря о судьбе русского народа. И мы в это время сидели, разговаривали с Татьяной. Слушай, это было феноменально что-то потом, задним числом. Вот эта дочка первого секретаря Свердловского обкома партии. Крупнейшего. Одного из крупнейших в стране. Она была скромнее знакомых мне до этого дочек секретарей райкомов. А это ведь власть секретаря, первого секретаря. Ни один губернатор сегодня такой власти не имеет, потому что ему диктуют все из Кремля. А первый секретарь обкома, эта фигура, эта власть была, как генерал-губернатор. Это было. И вот при этом я сужу по Татьяне. Это скромная девчонка. Из нее это не перло, что это вот мой папа. Нет. Что потом с ней случилось? Это отдельный разговор, благодаря Березовскому. Вся судьба России стоила белую ниву. Это жутко. Но все началось с белой нивы, которой Березовский подогнал Татьяне. А когда это было принято, через два дня он уже подогнал иномарку. И началось, и пошло. Вообще Ельцин, это интересная фигура с точки зрения той же коррупции. Как она страшна. Потому что вот это изменение, которое произошло в Ельцине, это подтверждает только еще одно. Насколько человек сам себя не знает до определенной черты. Вообще это интересно психологически. Вот человек, вот в жизни такое бывает. Вот может быть в человеке сидит вот самый подлейший подлец. Негодяй, сволочь. А всю жизнь проживет добропорядочным человеком. И помрет добропорядочно. И никто знать никогда не знал, что он был подлец из подлецов. Почему? Ситуации не было. Чтобы вот этот гной души вышел наружу. И человек добропорядочный прожил всю жизнь. А вот возникает ситуация, когда вот этот гной, вот эта вся подлость в человеке вырывается наружу. И вот он первым секретарем обкома был. Одним человеком. И семья его была одна. А стал президентом. И тут же из него окружение, которое отжало Свердловских ребят, разослало их торговыми представителями куда-то в Лумумбию. И окружили Ельцина. Отдавив от него всех остальных. И сформировали. Можно отдельно проговорить. Вот. И сформировали из него. И Ельцин сам. Уже не сам. А дочка с мамашей начинает им управлять. У дочки с мамашей разгорелись глаза и уши. Брать. В какой момент началась эта эволюция семьи? А я уже сказал. В тот момент, когда Березовский нашел подход к Татьяне и подогнал ей белую Нилу. Ну, Ельцина можно назвать подкаблучником? Если им так легко рулили жена и дочь. И забегая вперед, я тебе скажу, как Ельцин отставил от себя Михаила Никифоровича Полторанина. Тогда первого заместителя, председателя правительства, которому он был обязан, собственно, приходом к власти. Который сделал из Ельцина Ельцина. Это рассказал мне не сам Полторанин, а мы с ним отработали вместе 10 лет, правда? Но это рассказала его жена, славная, Надежда Михайловна. Они сидели вчетвером где-то. Естественно, крепко выпивали. Инна Инна Иосифовна сделала мягкое замечание. Может, хватит, Борис Николаевич. Он ей так врезал, что она кубарем покатилась. Так какой там еще был склончик такой? И она кубарем покатилась куда подальше. Надя скачала, бросилась ее поднимать. И когда увидела злющие, ненавистные глаза на Инны Иосифовны, она поняла, что все, дни Полтораниного власти сочтены. Что она никогда не простит, что они видели и что они знают. Это не просто подкаблучник. Это полностью управляемый женой и дочкой. Что произошло? Как человек, который ворочал обкомом, горкомом. Причем горкомом-то он начал очень-очень интересно. И он пытался по-доброму расчищать эту конюшню. Это было страшное, страшный московский спрут. Партийный. И Борис Николаевич потом разводил руками и говорил, я не знаю, как дойти до здорового слоя. Я снимаю, назначаю, а его снова надо снимать. Потому что все повязаны коррупцией. Все повязаны деньгами. Можно было, как говорится, брать, не брать на веру, сказанное Борисом Николаевичем. Причем это публично было сказано. Это не один на один было сказано. Это уже не интервью. Это потом. А если бы не было у меня встречи с заместителем генерального прокурора Виктором Васильевичем Наденом, тоже светлая ему память, я пришел тогда из правды проконсультироваться по какому-то вопросу. Ну, очень сложному. Ну, очень сложному, потому что он меня учил мерам безопасности на машине, в командировке. Что бояться, на всю жизнь запомнил, в том числе, что бояться обгонять машины, которые стоят на взгорке. Потому что там, за взгоркой, может стоять каток. И вот Виктор Васильевич, видя меня впервые, вот начал рассказывать такие вещи, вот, и как-то перешли на Москву. Может, это было связано тогда с Ельцем. И Виктор Васильевич взял книжечку, справочник к Московской игроковом партии. И стал мне, вот так вот, прямо по списку, Бабушкинский райком партии. Первый секретарь замешан в том-то, в том-то, в том-то, в том-то. Не дают возбуждать дело. Бауманский райком партии, первый секретарь, то-то, 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 то-то. Не дают вас. И вот он так прошелся немножко, Волгоградский райком, да, и потом взял эту книжку. С такой ненавистью швырнул стенку, она ударила и залетела за сейф. Вот, и сказал, что так страна рухнет. На этом, на коммунистической этой системе страна рухнет, все прогнило. И судьба-то его драматична, Виктор Васильевич, потому что он сцепился с Медуновым. И заместитель, если не первый, генеральный прокурор. Медунов это? А Медунов это первый секретарь Краснодарского крайкома партии. Символ коррупции коммунистических лет. Жуткая фигура. А вот, и вот найденного, и заместители генерального прокурора СССР бросили начальникам отдела в МВД по сохранности перевоза грузов на железной дороге. Потом его вернут. Но уже недолго проживет. Сердце посадит на этих драчках. Так вот, Борис Николаевич Ельцин, будучи первым секретарем горкома партии, начал расчищать эту конюшню. Выгребать всю эту грязь. Против чего восстала партийная элита. Они же понимали, что это все система. Она на этом держится. Прогнившая насквозь. А вот здесь вопрос. Как партийные элиты, как КГБ проморгали своего могильщика? Ведь были отработаны там и системы отравлений, и подставных ДТП. Дядь того же Машерова, которого зачищали, чтобы расчистить место Горбачеву. Почему его не закрыли, не уничтожили, не отравили? Не хватило духа у Горбачева? Георгий Пряхин, который работал у Горбачева, а мы работали вместе с ним в Комсомольской правде. И он, у него есть в книге реплика Раисы Максимовны, а не земляки. Она очень Георгия любила. Вот. Поддерживала. И она сказала Горбачеву, проиграть такому дураку, как Ельцин, мог еще больше дурак. Это было сказано в лицо Горбачеву. Так вот, а у Ельцина ведь плохо стало сердцем, выступая на Октябрьском плену. И он оказался в больнице. Вот в той самой Кремлевской больнице, из которой ногами вперед вынесли десятки, если не сотни партийных функционеров. Где умели не только хорошо лечить, но и хорошо гробить. И убрать Ельцина с политической арены ничего не стоило. Потому что публично, публично ему стало плохо в зале. Сердце. Горбачев на это не пошел. Но еще один момент интересный. Ведь очень много людей в КГБ, которым были повязаны руки. У порядочных чекистов, ну, порядочных чекистов это плохо. Вот у порядочных сотрудников комитета, порядочных чекистов не бывает, у порядочных сотрудников комитета госбезопасности, вот, у них были связаны руки. Как у найденного, у Виктора Васильевича, Царства Небесного. Они понимали? Они понимали, что это ведет к крушению страны? А насчет комитета госбезопасности, я ведь служил в погранвойсках комитета государственной безопасности. И на всю жизнь запомнил, когда мы заканчивали школу сержантского состава, приехал один чин, ему было лет под 60, перед ним тянулся наш начальник отряда, полковник, а нам представили его как адъюнкт, к теме очень смешно было, но такая фигура была. И он нам прочитал две лекции в школе сержантского состава, сказав о том, что, ребята, завтра вы будете на передовой, на границе, командирами. Солдат не подойдет к офицеру с каким-то вопросом, он подойдет к вам. И если вы не сможете ему толково объяснить, вы зароните в нем червь сомнения, стойко ставят на границе, вы должны разбирать. И нам прочитал такой остроты лекций о положении в стране, реальном положении в стране, о нижайшем положении рабочего класса. Я потом десятилетия ничего подобного ни от кого не слышал, поэтому и в Комитете госбезопасности были люди, которые активно, чем могли, поддерживали Ельцина. Почему ему дали в свое время вылететь в Свердловск на боевом самолете, или на грузовом, неважно. То есть блокировать запросто могли, но не хотели, все понимали, что это гнило. Сгнивает эта система. А служить сгнивающей системе, ты знаешь, рано или поздно останешься под ее обломками. Что из себя представляло окружение Ельцина на момент прихода его к власти, и как быстро оно поменялось? Ну, я уже немножко сказал об этом, все, что знаю. Тех, кого привез Ельцин с собой из Свердловска, их быстро от него убрали. Кто? А те, кто оказался рядом, все эти, вся эта комарилья, лившицы и им прочь. Кто раньше, кто позже, все эти волошины, лившицы, вот эта вся комарилья. Почему им так удалось легко оттеснить преданных людей, которые прошли вот этот тернистый путь к власти, вместе, как говорится, оказавшись под угрозой расправы и уничтожения, ну, и вроде бы самые преданные, надежные и проверенные. И вдруг случайные ребята, которые вдруг их локтями оттесняют и уже задают новый, абсолютно другой вектор политического развития страны. Ну, я об этом знаю больше из сослов Михаила Никифоровича, который был самым близким к Ельцину определенное время. И ответ здесь кроется в отказе Михаила Никифоровича Полторанева от должности премьер-министра. Приезжает Михаил Никифорович от Ельцина, ну, как это было, звонит, и говорит, «Подъезжай, если можешь, я подъезжаю». Вот, и Полторанин рассказывает, что сейчас была беседа с Ельцином долгая, Ельцин предложил Полторанину, это уже для никого секретом не было, потому что с Мишей в коридорах уже здоровались, как с будущим премьером, а вот, и он предложил ему возглавить правительство. Михаил Никифорович категорически отказался. Ну, я стал объяснять, что это зря, что это надо, но Ельцин сказал, «Ну, еще подумай». Ну, вот я начал уговаривать с Михаилом Никифоровича, и Михаил Никифорович говорит, «Да ты пойми, что ты мне говоришь там, вот, есть специалисты, подтянем там программы, все, да ничего не надо, никаких программ, надо исполнять». На столе у Ельцина лежит толстенный том, что нужно делать шаг за шагом, и нужно это просто исполнять. И я на это сказал, полтора не пойду никогда, потому что это гроб для страны. Поэтому, когда эти все приходили премьеры, они приходили, эти все гайдарчики, они приходили исполнять то, что было наработано там, под программу России, под ее уничтожение. И они исполняли пункт за пунктом. То есть, это была американская программа, которая положила на условиях? Американская ли она, или якобы там какого-то мирового, не знаю. Она была западная. В прошлый раз мы с тобой говорили об одном из документов, который вот мне показывал Сосковец. Но мне показывал и другой документ, Шумейко, Владимир Филиппович, который меня и рекомендовал Ельцину на должность председателя комитета. Нет, сначала на должность заместителя министра печати массовой информации. Он был, Владимир Филиппович Шумейко, был в это время первый заместитель председателя правительства, министр печати. Когда он сделал мне предложение. А он меня пригласил на собеседование, тоже очень интересно, после, прочитав мою статью в российской газете «Россия жаждет сильной власти». Это было ярко выраженное, ну, как сегодня говорят, с националистическим толком газета. Где я говорил о возрождении национального сознания, возрождении национального духа. О русском народе. Это в правительственной газете было. Где ты на тот момент был главный редактор. Нет, нет, ну что ты, нет. Уже нет. Нет, на тот момент я был директором издательства Советской России. А вот, это нет. Ну, вот не забыть бы тот вопрос, который ты задал. Оно очень интересное. Напомни мне его. Так вот, значит, и лежала папочка моего дела. И там лежала вот эта газета, растерзанная фломастерами разных цветов, оттенков и так далее. То есть, ее прочитал не один Шумейко. Вот. И вот тогда мне было предложено пойти к нему замом министра. И, между прочим, мы тогда с ним крепко поругались. Шумейко. В первую виду, я просто стал возражать по некоторым вопросам, что он, нет, совершенно неправильно. Вот. После чего Шумейко-то при последовавшей реорганизации министерства в комитет, вот, он и предложил меня председателем. И вот опять же, не надо Ельцина рисовать одной краской. Как я догадываюсь, испугавшись вот этих событий 93-го года и почувствовав вот эту мощь и настроение, с одной стороны, волна, которая вознесла Ельцина, это против ненависти коммунистической партии. И Ельцин, как и я, на всю жизнь запомнил, вот эти миллион народа в Лужниках, заполненная Тверская от Белорусской до Манежа. 91-й год. Нет, это было до, не надо мне эти даты, потому что иначе, я еще раз говорю, я запутаюсь, ну, откуда я помню, когда, вот, это было, это, какой год, но это вот была волна, или выборная компания была тогда, Ельцина, вот, скорее всего, в Лужниках выборная, там же даже была ветка, остановилась, потому что народу на площади не хватало, и они все сдвигались, сдвигались, сдвигались по насыпи, было видно на глазах нарастает, поезда начали там кричать, шуметь, гудеть, чтобы, этот, люди, а некуда людям деваться, масса выпирает, и люди встали на железной дороге, и поезда встали, я видел, как этот там он рассосался под мужем куда, против этой массы, и сегодня миллион выйдет, и Ельцин знал это, и Ельцин почувствовал, что такое, вот Ельцин, в отличие от этих всех преемников его, он почувствовал, что такое масса народа, которая его вознесла, но которая смести может, и они пытались разыграть, а может искренне, я еще верю, что это было искренне, национальную карту, я ведь в это время не был кот в мешке, я был директором издательства, против меня уже было возбуждено уголовное дело, первое, за издание Ильина, вот, за издание победоносцев возбудили дело, которое с назначением на должности тут же стихло, вот, и я не был, и, кстати, Шумейко мне рассказывал, что, когда он пришел к Ельцину, он ему сказал следующее, то, что мы с вами только задумали, я нашел человек, который это уже реализует, и Ельцин его спрашивает, а, да, и Лев Евгеньевич говорит, а вы помните его, они приходили брать у вас интервью, а, говорит, Ельцин, а потом спрашивает Шумейко, когда просочилась моментально, что рассматривает с моей кандидатуры, ведь к Ельцину тогда пришли восемь человек, вот, можешь представить уровень людей, которые вхожи были к президенту, дважды к нему заходил Яковлев Александр Николаевич и говорил, не вздумайте этого человека назначать, уговаривал, из Израиля звонил Анатолий Алексин, всемирно известный, писатель, который говорил, вы что, с ума там подсходили, вы кого тащите, он же националист, ирлык уже тогда был, и еще вот мне сказал тогда Шумейко, восемь человек, это не Шумейко сказал, это Ельцин сказал Шумейко, что, а, что ж против него столько народу, ко мне приходили восемь человек, ко мне обращались восемь человек, что его нельзя назначать, и Шумейко это со слов Владимира Филипповича сказал, ну, наверное, потому, что не всем нравятся его книжки, которые он издает, а что ж такого он там наиздавал, Шумейко говорит, ну, вот, Ильина, так это он Ильина издавал, но пусть издает большее, и с этими словами Ельцин подписал указ о моем назначении, а потом, года не прошло, я вынужден был обвинять Ельцина в служении антирусским интересам, потому, что картина резко изменилась и поменялась, ведь я тогда подал на Ельцина в суд, я сделал заявление о том, что Ельцин после отставки служит антирусским интересам, а я подал заявление в суд с одной только просьбой, с одним вопросом, за что, потому, что это было нарушение конституционного права, там должно было быть указано, за что, ну, я подал в суд, и вот на суде об этом писала независимая газета, как жаль, что у президента адвокат дурак, процитировал слова адвоката Бушахмина на суде, когда судья прижал адвокат и говорит, ну, вы-то знаете, за что он снял? И Бушахмин проговорился, да, говорит он, я готовил указ, вот, не может человек, занимающий такую должность, в руках которого печать, все время говорить Россия, Русь, русские, 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 на третьем русские, он побледнел, обушахмин, и понял, что он сказал, не может человек, в России, отвечающий за печать, на таком мощном идеологическом фронте, говорить русские, русские, вот, кто снес, вот, кто переломил Ельцин, люди, которые ярко говорили о том, что не может человек говорить слово русские, или русские, не знаю. в какой момент изменился вектор национальной политики? А как только они прощупали это быстро очень, что вот этот накал, который проявился в 93-м году, он упал. Все. Они поняли, что они сломали народ. Они поняли, что все легкоуправляемы. они поняли, что вот этого уже подъема не будет. Народ отступил другу. Но это очень похоже на Сталина, который в свое время поднял знамя русского национализма, развернув от Москвы немцев только на традиционных имперских символах и риторике, а после победы 9 мая 41-го года он начал истреблять всю национальную элиту в виде ленинградцев. Да, русская когда все, кто говорил, поднимал вопрос о том, что необходимо именно сделать основной акцент на самом многочисленном коренном народе русских и дать хотя бы ему вздохнуть, а не кормить провинцию, все были зачищены моментально. Да, очень много. И под них, и под них, кстати, была вновь введена смертная казнь чисто под этот процесс, чтобы даже не было шанса выйти через какое-то время из лагерей. Все были перебиты и уничтожены. И вот эта некая эволюция, она здесь тоже прослеживается. Вопрос такой, но мы должны вот еще, что очень важно проговорить, мы от него ушли, что вот Ельцин как раз это наглядный пример, насколько страшна вот эта коррупция и даже это второстепенно, насколько важно, что высокие должности, ну, тем более президент, это нравственная должность. Мы же все время носимся с одним. Какой умный! Вот он такой специалист в своем деле. нет. Рассматривать такого человека на такую должность нужно в первую очередь только через нравственную призму. И как мы могли допустить голосовать за президента России Путина, зная, что за ним тянется шлейф преступлений? Незакрытое уголовное дело, по которому работала бригада из Генеральной прокуратуры МВД и ФСБ октябрь 1993 года. Это был государственный переворот со стороны Ельцина. Расстрел парламента танками. Тут даже нет вопросов. Да, это был государственный переворот. Только для меня есть масса нюансов. Выбор был какой? выбор был какой? Хазбулатов или Ельцин? Так вот, интересно судьба меня свела в один момент с тем и с другим. Я создаю с нуля российскую газету. Не было еще название российской газеты. Кстати, название российской газеты придумала твоя мама. Работали в таком русле. Где-то в час или во втором часу ночи родилось название газеты. В четыре или там в начале пятого я уже звонил Полторанину, министру печати. Вот. В семь утра уже готовились бумаги на Верховный Совет. Такая жизнь была. Вот. Дело не в названии. А дело в том, что разрабатывая концепцию газеты, я доказывал, что это должна быть газета не Верховного Совета, а должна быть газета избирателей. Это должна быть общественно-политическая газета. Чем я аргументировал? Доказывая. Потому что когда появились народные депутаты СССР еще, я работал в Совете Министров СССР. Занимался аналитикой. И в том числе я сделал анализ обращений народных депутатов СССР в правительство. проанализировал я тогда несколько сот обращений. На тот момент сколько было, столько изучил. Так вот, что оказалось? из нескольких сот обращений только три или четыре, надо понять документы, носили вопрос государственного характера. И уж точно помню только одно обращение предлагало решение проблемы. все остальные были дай. Пришли народные депутаты и у них никаких вопросов больше не было к правительству. А было указание Николая Ивановича Рыжкова, председателя правительства, в течение 24 часов решать вопросы, которые поднимают депутаты. А все вопросы-то были к тому дай. сначала все как под копирку дай мне машину, потом своим ближним, неважно, подписи депутатов, академики, писателей, главные конструкторы, тогда был очень широкий набор депутатов, вот, все дай. Все дай. рванулись хапать. Острая была записка, но дело дошло до того, что на всю жизнь запомнил, такой вычицкий был на Украине, председатель колхоза или директор совхоза, не помню, и вот он выбирал, выбирал, выбирал для своего колхоза, для своего, только для своего, не для Украины, только для своего, дай машину, дай зерно это, дай это, да? И дошло до того, что он запросил, никогда не поверишь, фаэтонный для организации культурного отдыха, фаэтонный, он уже все набрал, фаэтонов ему еще понадобились. Так вот, я говорил, что вот лицо депутатов, вот лицо народных избранников, так давайте сделаем контроль, газета должна быть газетой избирателей, контролирующей, дышащей в затылок своим избранникам, и Ельцин с этим согласился. И его спичрайтер Пихоя подготовила текст, который Борис Николаевич подписал, который мы опубликовали в первом номере на первой полосе. Хазбулатов был категорически против. Это Хазбулатов потом поднял депутатов, на что Лев Евгеньевич мне сказал, ты как умудрился одним номером газеты против себя настроить всех депутатов, они пачками ходят, доказывая, что надо снимать. Хазбулатов на тот момент он занимал какую должность? Хазбулатов занимал должность председателя Верховного Совета. Кстати, судьба очень интересна. Вот если бы тогда, вот я встречался потом с депутатами, но рассказания не слышал, вот если бы они тогда вместо Хазбулатова избрали Бабурина, я абсолютно уверен, что по-другому бы развивалась, и фигура была бы другая, и подъем был бы другой, но за Хазбулатова это чванливый. Я общаюсь с тем, и с другим, ну, такой чвани, я ни от кого не встречал, он заседание идет, пяти комитетов Верховного Совета, ну, там, я присутствую, вот, вот, как раз утверждали, вот, и Хазбулатов, вот, сидим, ждем, ну, появляется, лег, в кресле, развалился, трубку вставил, и не вынимая трубки изо рта, из зубов, говорит, ну, что, начнем, пожалуй, начинай, Михаил Никифорович, а я смотрю на него рядышком, сидели, вот, меня представляли, и думаю, Сталин-то трубку вынимал изо рта, Наверное, он в глазах у меня это прочитал, потому что, когда полтора не стал зачитывать треть странички, так называемая объективка, родился, крестился, и вот он дочитывает, член Союза писателей, член Союза журналистов, и Хазбулатов говорит, ой-ой, не надо хвалить, человек его еще ничего не сделал, мы его уже возносим, у него серьезно ненависть, на тот момент эта фигура была намного страшнее, выбора не было, Хазбулатов или Ельцин. Ты говоришь о том, что уже на тот момент, начало 90-х, Ельцин действовал по зарубежному темнику, когда он делал предложение Полторанину возглавить правительство, у него на столе взял толстенный том, план уничтожения России, фактически, ну да, не фактически, а напрямую, который скрыт был под благовидными реформированиями. когда тебя назначили на должность председателя комитета по печати, ты сталкивался с указанием по участию в развале страны? Так в том и дело, что в момент назначения все было по-другому. Еще раз говорю, Ельцин подписал указ о моем назначении со словами «пусть печатает ледяна больше». В момент моего назначения конец 93-го года Ельцин был еще другой. В нем еще оставалась вот эта жилка заботы о русском народе. Ну иначе меня бы не назначили. Еще раз говорю, я не был котом в мешке. За мной уже тогда стояла работа в издательстве, и видно было, что я делал. Одним из главных инструментов по уничтожению страны, промышленности была приватизация. Ты как раз получается попадаешь в самое начало этого процесса. Так и было. Так и было. Так и было. И опять же парадоксально. Все, что я пытался отстоять, я получал поддержку Чубайса. Вот все, что я пытался возле отстоять, а два министра, был еще министр путешествия сообщения Фадеев, и я, которые вот приходили и дрались, реально дрались. И я получал поддержку Чубайса. Больше того, однажды один из его клерков, тоже был то ли зам, и он сидит и я говорю, что нам нельзя разрушать единую систему, потому что нанесет уроны и так далее. А вот книга распространения, иначе мы оставим. И он сидит и улыбается. И вот при Чубайсе я не выдержал, а что вы улыбитесь? Он говорит, а смешно, что вы говорите. Я говорю, что вам смешно? Интересы страны смешны? А все, что вы говорите смешно? Это Байсовский клерк, министр. Да, зам, наверное, или начальник департамента, я взорвался и сказал, так если вам смешна моя страна, что вы здесь делаете? И Чубайс цыкнул на него. Цыкнул, тот заткнулся. Вот такой был момент. Я думаю, они ощущали после 93-го года, куда качнется масса. Боясь ее в то же время. Боясь подъема. Еще как. Потому что эта масса вознесла Ельцин. Еще как боялись. Еще как оглядывались. Потому что они все это помнили. Они помнили Лужники, они помнили Тверскую. Ты, будучи министром, фактически выступил против приватизации отрасли. Конечно. Какое сопротивление? Ну, нет, не отрасли. Нет. Я выступал конкретно, я с удовольствием сбрасывал, я с удовольствием сбрасывал массу типографий, вот, автобаз, которые, естественно, кормились из бюджета. И спокойно спускал, свободно и подписывал с легкостью. Вот. Но были вещи, за которые я держался, вот, скажем, централизованная система распространения литературы. Дело в том, что в свое время, когда я жаловался и доказывал Черномырдину на скудное финансирование, вот, у меня была подготовлена карта. это типографских мощностей. И оказывалось, что у нас один красный пролетарий делает больше, делает больше книг в твердом переплете, чем весь Дальний Восток. Одна типография. Вот. К этому времени, понятно, сил строить еще новой типографии не было, вот, поэтому нужно было сохранить распространение централизованного. Вот за это бился. При мне это все было, я отстоял. Вот. Правда, там были еще другие драчки. Это подготовка закона о распространении эротической, порнографической эротической литературы. Мы ее в проекте закона приравнивали к наркотикам и хотели загнать в резервации. Вот, типа, вот, есть магазины для взрослых, вот, загнать в такие же резервации, чтобы там, чтобы они не торчали на этих, на витринах. Ну, вот, и, кстати, после моей отставки Шебаршин, Царство Небесное, Господи, сколько хороших людей ушло, и он сказал, что, как ты вовремя ушел, ты лоб зеленкой намазал одним этим проектом указа, проектом закона, потому что по деньгам порнографическая эротическая литература не меньше наркотиков. А по воздействию, ну, это мы доказывали через врачей, медиков, ну, вот, она очень пагубна. После меня, как ты видишь, Указ завернули тогда. Это был не указ, это был проект закона. Проект закона. Да, его близко даже не подпустили. Но это одна из подводных, одно из подводных течений моего снятия. Вот Шибаршин, начальник разведки, он тогда это сказал, что ты зеленка, он мне не сказал про что-то другое, он мне сказал именно про это, что ты свой лоб зеленкой намазал уже одним этим проектом закона. Как появился в окружении Ельцина Чубаси, и почему он моментально обрел такую мощь, силу, неприкосновенность? А точно так же, как только рядом с Ельциным и на Ельцина пошли, пошли, Ельцина окружили определенные лица, вот, то, естественно, тут же появился Чубас, потому что это один из тех, кого готовили. Когда какой-то там никому неизвестный из провинциального, даже по меркам Петербурга, провинциального института вдруг начинает разъезжать по миру, учиться, причем выезжая в капиталистические страны, это определенная так называемая здесь пятая колонна или как ее там угодно назвать, мы пользуемся расхожим выражением, они готовили. Но как он был внедрен в окружение? Это очень просто, вот этот момент, когда они стали вычищать около Ельцина всех, национально мыслей, включая меня, вот, то понятно, что Ельцин на это шел, то понятно, он уже был в это время управляемый, абсолютно управляемый. Ведь там же интересные еще моменты скрывались, ведь я был тоже снят с нарушением закона, потому что должно было быть представление председателя правительства на мое увольнение. Он подает президенту и президент принимает решение об отставке. Я на суде доказывал, что не было такого представления, но это мне Черномыльин сказал, что он на меня представление не писал. Вот. Ну и тогда вызвали А, я доказал на суде очень легко. Почему? Потому что бумаги, которые печатали в администрации президента, они имели вот код машины вот здесь. В правительстве имели другой код машины. Машина оставлял свой код. Я показал массу документов этому судье. Говорю, вот, который, кстати, получил за мой процесс квартиру. И показывал ему, вот документы правительства, вот машина, вот документы, и вот документ на моем якобы представлении. Здесь стоит машина администрации президента. Вызвали свидетеля на следующее заседание. Приходит юрист из администрации президента. И первым делом заходит и улыбается здоровоется со мной. Мы работали с ним в совете министра ВСР. Он был прекрасный юрист. Вот. И он здоровоется со мной. Судья ему задает вопрос. Скажите, пожалуйста, вот этот документ. Он говорит, да, я его готовил в администрации президента. И печатал там же. Ну и что толку-то? Толку-то. Ну я главный получил. Как толку? Я главный получил, что нельзя говорить слово русский в России. Кстати, в то время, когда уже там война компроматов еще носила официальный характер, если не ошибаюсь, на страницах совершенно секретно, которую тогда возглавлял Боровик, который погиб при... Да, Артем. Там было очень много материала, связанное, что тогда вокруг Ельцина формировался определенный гейлобби. Стоит ли поднимать вопрос? Нет, дело в том, что это абсолютно точно, потому что газета совершенно секретная, которую ты вспомнил, доброй памяти Артема, они вышли с гениальным заголовком, я как профи считаю, что это один из лучших заголовков в истории журналистики, голубые ели в Кремле, точка, и пили тоже. И там поименно все это лобби, но я узнал об этом лобби от Черномырдина. Однажды я долго сидел, дожидался его в приемной, вот, его в это время мурыжили в администрации, он приехал поздно, вот, увидел меня, говорит, да, да, я помню, договаривались, но, ты знаешь, я так устал, ну и ты сколько здесь просидел, а давай на свежую голову завтра, с утра пораньше. Хорошо, ну че, больше будет времени, ну и приезжаю рано утром к Черномырдину, он ходит в такой кофте, вязанке, галстик, и кругами, мать перемать, я думаю, ну влип, решать вопросы в таком состоянии, лучше не решать, вот, ну, вот он ходит, да ты посмотри, и вот они, сволочи, ну, 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 удовлетворяли бы друг друга, но ведь они же еще и решают кадры, вопросы, они и финансовые вопросы решают, и время от времени, нет, ты посмотри, что творят, а у него выдвинута вверх этот ящик, и там что-то лежит, и он так это возьмет, так потрясет, носом, да что ж такое, вот, я молчу, потому что чем больше молчаешь, тем больше узнаешь, главное не сбить, это же как люди, как лунатики, его кликнешь, он упадет, а так он это, и он это, уходит, ну, без меня бы он так же, наверное, ходил, а тут это, ну, ничего не могу понять, что такое, вот, да вот ты понимаешь, ну, и тут я как-то, все-таки мягко встрял, что я не понимаю, да что, ты не знаешь, чем они занимаются, да они, то есть, там был какой-то гей-клуб, куда стягивались очень ответственные товарищи, ночь они гужевали, гей-клубе, а рано утром, у Черномырдина уже лежала полная распечатка, а там выбирать, выбирать, естественно, при такой распечатке, я не знаю, была это в то время машина, или это все вручную, там же нет времени пропускать, и там вот, если эти все охи, ахи, крики, вздохи, это все там есть, там толстенно, и у Черномырдина уже распечатка лежит, всех этих там переговоров, разговоров, визгов, когда Черномырдин понял, что я не знаю, не в курсе, но я получил свое, он сказал, ты, занимающийся идеологией, и ты этого не знаешь, ты нахрен мне нужен такой идеолог, ты это должен знать больше меня, спасибо, что я тебя хоть узнал, да, был такой гей-клуб, я думаю, что это только развилось, потому что, если копнуть эту грязь, все они там, ведь тогда Артем, и уж не сыграла ли эта статья роковую роль, в его судьбе, они ведь описывали, как во время этих оргий из окна выбросили высокопоставленного сотрудника администрации президента, и там это все было пофамильно, поименно, ну, я думаю, что если в интернет зайти и набрать голубые ели в Кремле, точка, и пили тоже, то этот материал выскочит. Лет пять назад было очень интересное сообщение, что вот этот чиновник, я действительно не помню фамилию, он был очень высокопоставлен, такой был очень душесчипательный некролог о том, что вот он умер, вот долгое время болел спидом, и вот, наконец, отошел, вот тот самый, который спалился на этом скандале, когда во время страсти его выбросили из окна. я знаю здоровых мужиков, здоровых, которые ради карьеры шли в этот клуб и получали эту карьеру, и возносились по карьерной лестнице. Ельцина можно назвать коррупционером? А я бы назвал по-другому. Я бы назвал Ельцин, мы говорим Ельцин, подразумеваем семейку, я бы назвал по-другому. не коррупционер, а отец отечественной коррупции. Никогда. До Ельцина. Как бы мне не доказывали, ты все-таки извини, я 10 лет отработал в центральном органе партии. Уж мы были прекрасно информированы. И мы знали, об этих записках. Время от времени и Виктор Григорьевич нам это что-то говорил. Ну, а самое главное, мы имели в каждом регионе Сапкора. Человека единственного в регионе, единственного независимого от первого секретаря. Единственного. Да, первый секретарь не мог снять председателя начальника милиции. Да, он не мог снять директора председателя КГБ местного, но если он сцепился, то судьба была предрешена. Никогда в Москве никто не пойдет отстаивать свой человек. В лучшем случае его переведут. Не доводя до того, чтобы у него не отобрали партбилет. Отберут партбилет, карьера закончилась. Вот. И наши Сапкоры знали все. Естественно, все это доносилось сюда, в редакцию. И не было. Мы все знали про Медунова, это страшный спрут. Мы знали про Узбекистан. Да, это не выплески у вас на странице газеты, но мы это знали. Так вот, были, были эти очаги, но чтобы это было охвачено тотально, чтобы это было системой снизу доверху, такого не было. Такого не было. Причем тут надо ведь отделить. Сегодня коррупционерами называют учителей, врачей и называют это борьбой с коррупцией. Да потому что никто не сформулирует, что такое коррупция. А коррупция это 3D. Деньги, должность, деньги. Так до бесконечности. Человек накапливает деньги для того, чтобы купить себе кресло. В этом кресле он накапывает больше денег, чтобы купить кресло повыше. Но ведь чтобы накопить надо с кого-то это получить. И начиная от рядового милиционера, от рядового чиновника каждый несет свою мзду. я назову тебе цифру, только не спрашивай. Если еще несколько лет назад в Министерстве здравоохранения Российской Федерации начальник департамента должен был отнести заму министра 100 тысяч долларов в месяц. В месяц 100 тысяч долларов из рук в руки. Он что, их себе зажимал, что ли? Этот замминистра. Он дальше это нес. Но когда генералитет заявляет о том, что сегодня звание, должность, все покупается, это заложил все Ельцин. Отец отечественной коррупции. Не сам он. Почему над ним такой контроль тотальный получила, приобрела дочь Татьяна? Потому что гениальный без шуток, без кавычек, Березовский проявил свои блестящие, а все говорят, что он был талантливым математикой, или остается им таким, потому что вопрос о его смерти падает большим вопросом. И скорее всего, что он провернул ушел от долгов, от разорения, вот, ну, блестящий математик, блестящий аналитик, и он нашел слабое место в окружении Ельцина, и нашел дорожку к Ельцину через дочку. Уж как он узнал, что это его самая большая слабость? Вот жене он мог в ухо заехать при людях, а дочка святое оказалась для него, и он протоптал. Юмашев был человек Березовского, муж Татьяна? Я думаю, что Валентина-то я хорошо узнал еще по журналистике, вот, и был поражен его карьера, потому что Валентин знаменит тем, что работая в московском комсомольцем, он впервые стал писать о ночных бабочках, слово проститутки не проходило, путаны не проходило, а придумали, я думаю, что это даже ноу-хау Юмашева, ночные бабочки. Вот он открыл в журналистике новую страницу, вот, вот этот Валентин. Было очень интересно, когда Ельцин написал книгу, ну, написал, издал, это тоже любопытно, записки президента. Я звоню Юмашеву и говорю, Валя, что, действительно вы собираетесь ее печатать в Финляндии? Он говорит, ну да, да, ну Валя такой мягкий, да, я говорю, Валя, ну это позор, я тебе ее отпечатаю в лучшем виде, финны позавидуют, есть у меня такие мощности, ну как это президент издается за рубежом, Валя, ну это позор, да ну мы уже как-то, ну как-то отступать, и Борис Николаевич согласился, а мне потом люди из окружения Крыжакова, они говорят, ну ты че, ну че такой наивный, они уже под эту книгу столько нефти загнали в Финляндию, или куда там еще, вот, поэтому, ну ты че, ну не будь таким наивным, ну я и стал искать возможности воздействовать на, ну, 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 нельзя, ну, ну, для меня это как-то немножко позорно, ну, вот, как для председателя комитета, вот, а мне объяснили, ну не будь таким наивным, там столько уже нефти закачивать, вернут, и, кстати, меня одно удивляет, а почему нигде это не всплывает, вот, обмываем книжку Ельцина, в доме приемов, тысяча камер, и вот выступает Захаров, кстати, кто писал эту книгу, я тебе могу ответить, кто писал книжки Брежнева, кто писал книжку записки, но я думаю, Валентин Ямашев, я думаю, он писал, вот, потому что исповедь он тогда, над исповедью, кстати, работал сам Ельцин, работал сам Ельцин в свое время, потом ее, наверное, редактировал Валентин, но где-то у меня, если порыться, есть запись, когда Вася Смирнов в Кирове, он приехал к родственникам посидеть, Ельцин поработать, и Вася пришел к нему брать интервью, вот, и Ельцин говорит, ну, что там, домашнее, он говорит, ну, что же вы, я сажусь писать, они шумят, сейчас не дают поговорить, шумят, то есть он работал над исповедью, работал, Ельцин сидел, а потом редактировал уже, наверное, Валентин. Перебил. Выступай, Захаров, на презентации книг. А, презентация книг в доме приемов тысяча камер. Захаров, это который Марк Захаров. Марк Захаров выступает, я не знаю, почему это не всплывает. И на голубом глазу, вот на таком же расстоянии, держит эту книгу, и говорит, Борис Николаевич, это вот тот случай, когда, начав читать, я уже не мог остановиться. И я читал всю ночь. И, конечно, уже потом не уснул, а долго лежал и думал, а кто еще в истории литературы вот мог так ясно, просто рассказать о таком сложном. только Лев Николаевич Толстой. Лицо к лицу. А я еще запомнил, почему, потому что я стою и ржу. Наталья Полежаева, главный редактор российской газеты, толкает меня в бок и говорит, кончай ржать. Нас же снимают. Я говорю, Наташа, если мы не будем ржать, пройдет несколько лет, нам будут показывать и говорить. Вот они же это все воспринимали всерьез. Почему это не всплывает у телезионщиков никогда? Наоборот, вот это все Лизаблюдство, которое и лепило, Ельцина продолжала это культивировать. Ельцин уже на тот момент не различал откровенный подхалимаш и искренность. Там интересная была вещь, которая проскочила. Мы переходим вот из этого зала, где-то шло это чествование вот в банкетный зал. Вот. Ну и так я оказался как-то близко рядом и подскакивает французская журналистка, которая делала в свое время большую передачу о Ельцине. Вот. И говорит, Борис Николаевич, подпишите книжку. И я вижу, как он дернул руку и не смог поднять ее. И Коржаков прикрывает его вот так вот, заступает и говорит, ну если вам подписывают, значит надо и другим подписывать. Так это че, мы и собрались. И я потом посмотрел, сколько вот Ельцин там стоял, ну и вот тут же это там, подходили. а он стоял руками. Это прединсультная стояга? Не знаю. Не знаю, что было. И у меня такое было ощущение, что он как-то в прострации. Вот в этот момент, когда он на нее смотрит, он как-то в прострации. То есть, ну не улыбнулся. Это еще 94-й год. Это 94-й год. Это 94-й год. Не улыбнулся так ничего. Но это все есть, я еще раз говорю, это же все снято. Почему Ельцин сделал ставку на Путина? Были вполне логичные, более логичные преемники. И старая команда окружения проверены годами аферами. Почему Путин? Ты знаешь, вопрос, на который есть конкретные два, ну в крайнем случае, для меня два ответа. Это то, что сказал Коржаков? Напомню, что это бывший начальник охраны президента. И то, что написал в своей книге бывший генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Скуратов. Вот прошлый раз, после прошлой беседы Чубайси, нам накатали много шаров черных, что а что это одни слова, а где доказательства и так далее, что вы там наговорили. Вот, ну, кстати, не так много, но тем не менее. Так вот, я процитирую, ссылкой, не люблю этим заниматься, потому что это отвлекает, но ссылкой на источник. Вот, что интересно, написал Коржаков в книге Бориса Ельцина «Тро света до заката», послесловие 2004 года издания, страница 360, это я уже для любителей писать о том, что мы не подтверждаем это. Значит, он привел слова, сказанные Березовским, руководителю Федеральной Службы Безопасности России Барсукову, обратив внимание на статус, он говорит главе ФСБ в лицо Березовский, говорит Барсукову, если вы не понимаете, что мы пришли к власти, то мы вас просто уберем, и ведь убрали. Вам придется служить нашим деньгам, нашему капиталу. Им нужен был человек, который должен был служить нашим деньгам, нашему капиталу. Выступая от имени олигархов, Березовский Березовский никогда не скрывал, что он поставил Путина. И как он говорил незадолго до смерти официальной, что я Путина привел к власти, я его и уберу от власти. Ну, тогда еще были живы некоторые известные, именитые контрразведчики. Я тогда спросил, а что имел ввиду? Да что я хожу вокруг золкового? Я спросил бывшего начальника разведки. Я спросил, а Шебаршина? Я спросил, а что выходку такая уверенность? И Шебаршин сказал мне, что Березовки вывез подрывников за рубеж. Это Шебаршин сказал? Это сказал Шебаршин. Очень осторожный человек. Ну, насколько мне потом известно, что у него отобрали, даже назвали место, где была встреча, когда ему сделали предложение американцы, не в Штатах, во Франции, от которых Березовский не смог отказаться и сдал. Я подрывников. И якобы, все это якобы, пою с чужих слов, как вот то, что слышал, то и пою, что их спрятали американцы под как это называется у них, под программу защиты свидетелей. При этом Шабаршин, он... А вот второй вопрос, второй ответ. Но Шабаршин покончил собой, якобы. Якобы после продолжительной болезни. После болезни, но я в это мало верю, потому что ну так мы были достаточно ну так в хороших отношениях и зная характер Шабаршина. Я не просто сомневаюсь, я не верю. Как я не верю, допустим, в смерть Виктора Ивановича Илюхина, Царства Небесного. От сердечной недостаточности, потому что мы с ним за два дня до смерти встречались, и он был в боксерской, бойцовской форме. Чтобы у такого человека в драке, а он тогда переживал, что приговор, который вынес трибунал, а он выступал обвинителем в отношении Путина. Народный трибунал, то, что делали коммунисты. Ненародный. Это был ненародный, это был самый настоящий трибунал, где был профессиональный обвинитель, профессиональный защитник, профессиональные судьи, все это были с огромным статусом работы. Это не просто разыграли спектакль. Ну это такой неформальный, для зрителей. Ну не под эгидой Лебедева. Пытались сделать коммунисты и потом сразу все успокоились. Да, но дело в том, что был большой доклад Илюхина с конкретными документами, фактами, примерами, что политика это государственное преступление. Все замолчали, и вот Илюхин как раз переживал, что замалчивают приговор. и чтобы в этой драке у нее сердце стало, да, что-то. Так вот, вернемся к твоему вопросу, почему Путин, а не Степашин, не Немцов, не Кудрин, кондитуры которых рассматривались. Больше того, ведь в свое время Ельцин, Маргарет Тэтчер представил Немцова как своего преемника. Это общеизвестно, это в мире известно. Он прямо так открыто показал и сказал, что это вот мой преемник. И тем не менее, свел Путин. Одну половину ответа я тебе зачитал, а вот второе, как объясняет бывший генеральный прокурор Российской Федерации. И он подходит с оценки последнего испытания Путина. Потому что все испытания Путина прошел на эту должность, прошел будучи директором ФСБ. Что сделал Путин в этой должности? А он пишет в своей книге Скуратов, это вариант, книга называется «Вариант дракона», 2000-го года издания, страница 181. И он пишет, цитирую, Путин, находясь во главе ФСБ, расформировал управление экономической контрразведки и контрразведывательное обеспечение стратегических объектов. Первое, раскручивало все самые громкие экономические дела, второе, не давало, чтобы предприятия уходили в руки иностранцев. Ну и дальше из Куратов задает вопрос, чей это похоже, что это был заказ, чей заказ и так далее. И он пишет, что вот эти два управления, которые уничтожил Путин, если под вопросом, то вот уничтожение самого боевого управления по разработке и пресечению деятельности преступных группировок УРПО ФСБ, самого мощного и, возможно, последнего плота ФСБ в борьбе и организованной преступностью, был использован по заказу и личному сценарию Бориса Березовского. Три крупнейших управления были разгромлены по указке, но испытания Путина последнего испытания Путина было в другом. Вот когда был создан фильм про похождение генерального прокурора якобы, то как раз Путин это было доказано подтвердил подлинность фальшивой пленки. И именно по указке Путина, директора ФСБ тогда, было возбуждено уголовное дело против Скуратова. В нарушение всех законов оно было возбуждено, но, сейчас я фамилию посмотрю прокурора, заместителем прокурора Москвы, заместителем прокурора Москвы, не поставившего, было это возбуждено поздно ночью, не поставив в известность даже своего прямого начальника. Нет, ты вдумайся, заместитель прокурора Москвы глубокой ночью возбуждает уголовное дело по указке директора ФСБ не поставив непосредственно своего прокурора в известность против генерального прокурора. Это нарушение всего, закона, конституции и всего, потому что против генерального прокурора уголовное дело может возбудить только его преемник, заместитель прокурора Москвы Росинский, который своего непосредственно начальника Герасимова даже не поставил в известность. И слеплено это было дело по сфальсифицированным материалам, потому что Скуратов потом легко доказал, что оно сфальсифицировано, потому что все справки для возбуждения дела были подготовлены потом, задним числом. Интересна судьба этого Росинского. Не знаю, вот, судьба многих интересна. Так вот, значит, это и было последнее испытание Путина на верность службе деньгам и капиталу. То, что заявил Березовский. Есть очень увлекательное документальное чтение за авторством Михаила Никифоровича Полторанина, где он фактически обвиняет президента в совершении убийств политических конкурентов Нельсона. Ну, тогда уж назовем эту книгу. Эта книга называется «Власть в тротиловом эквиваленте». Автор Михаил Полторанович. Я знаю, она до сих пор продается и к ней вопросов нет. Я знаю, что она выдержала уже 14, если не больше, изданий, переизданий. Да, и продается в открытой. Дорогие друзья, мы на этом будем завершать, потому что мы уже вышли явно из хронометража. Но мы продолжим наши беседы, встречи с Борисом Мироновым. Спасибо, что были с нами. Обязательно подписывайтесь на канал, распространяйте, ставьте лайки, потому что, как я уже пояснил в начале, нас пытаются блокировать и подобные острые видео их пытаются как-то вообще убрать из поисковиков. Поэтому подписывайтесь на наш канал, на наши социальные сети, ссылка есть в описании. И спасибо, что остаетесь с нами. Спасибо,